Проблема глюкозы, оказывается, виновата не она сама, не бабушка, а продюсер Фадеев. Он отреагировал на обвинение. Синёс Собчак пугает Сави, чего говорит она следующее. Шаман в Кремле пошёл решать вопросы. Сегодня решаем важные вопросы. Всем хорошего дня и отличного настроения. Говорят, 1-2 Шатунова хочет выпускать бутылки под брендом Ласковый май. Продюсер Разин в шоке. Встречалась ли Катя Лили с инопланетянами? Проверили на детекторе лжи. Я помню, когда уже сидела в корабле космическом. Самые яркие и интересные новости обсуждаем вместе. Чётко без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Оказывается, проблема глюкозы виновата не она сама, не ушедшая на тот свет её бабушка, а продюсер Фадеев. И вот за дело он отреагировал. В инстаграме Фадеев подметил, что глюкоза и Собчак намекают, что именно он виноват в сдержании певицы, при этом не называют его фамилией. Фадеев позвонил мужу Ионовой Чистякову. И тот говорит, что у него, мол, стопроцентное доказательство, что виноват именно Фадеев. Проблема жены готов предоставить доказательство, но не сейчас. Сам Фадеев отрицает вину, говорит, высокие кабинеты не ходят, чтобы пожаловаться на глюкозу. При этом напомнил, что действительно бренд глюкозы теперь принадлежит ему, а она всего Чистякова Ионова. Имя Фадееву принадлежит именно, на которое пишется глюк, потом апостроф о маленькая, з большая, потом а маленькая. А глюкоза переименовалась, теперь пишется как просто глюкоза, все английские буквы слитно. Как по мне, Чистякова Ионова виновата сама, потому как, когда к ней подошли представители полиции, она отказалась от освидетельствования. Таким образом, она уперлась рогом и появились проблемы, поэтому признали ее виновной в употреблении запрещенки. Поэтому неважно, Фадеев написал донос или кто-то еще, если бы она все-таки прошла вот этот тест, анализ, если бы чиста она была, то все было бы нормально. В этом раз Ксения Собчак заняла позицию глюкозы, мне все-таки думается, что это какой-то совместно разработанный пиар, потому что забывают про Чистякова и Ионову, а вот Фадееву явно пиар не нужен. То есть он в первую очередь композитор, он не осветляет брови, не красит волосы в синий цвет, то есть ему это не надо. Что думаете по этому поводу, напишите в комментарии. Всех со снежной погодой, желаю всем хорошего, хорошей зимы. Ксения Собчак ситуацию накаляет, говорит, что на очереди после глюкозы Юлия Савичева, под нее тоже копают, вот-вот начнутся проблемы. Он виноват тот самый, то есть опять-таки намек на Фадеева, вот что пишет в телеграмме Собчак, цитата. Сейчас такая же кампания начинается против Юлии Савичевой, даже интересно, что ей пришьют, раздвоение личности, квадробинг, недостаточно детей, одна дочь, она на три повышать рождаемость. Будем наблюдать, написал Собчак. Многие в комментариях пишут, что Собчак бредит, ведь действительно ей нужен какой-то пиар, нужна очередная тема. При этом Савичева говорила, что с Фадеевым у нее хорошее отношение. Запасаемся попкорном, следим за ситуацией, как говорится, будем пожить, будем посмотреть. Шабан пошел в Кремль, вопросы решать. Ну что, сегодня решаем важные вопросы. Всем хорошего дня и отличного настроения. Действительно, без высоких кабинетов Ярославу Дронову теперь не разобраться. Вчера-то слетел у него концерт в российском Дзержинске. Кроме того, когда хотел зарегистрировать тварный знак «Я русский», начались проблемы от депутатов. Ну, просто все наехали. У Ярослава Дронова не только плохие и непонятные новости, ведь из Кремля информация еще не поступала, но есть и хорошие. СМИ пишут, что его признали лучшим эстрадным певцом. Причем цифры растут. В частности, Всероссийский центр изучения общественного мнения писал, что 33% россиян в прошлом году считали его лучшим исполнителем, а в этом году 38%. То есть плюс 5%. Дальше идут Газманов у него 11% и Басков 10%. Потом же Лазарев у него 8%, у Лепса и Киркорова посев, у Лещенко 5%. При этом это мужской рейтинг, есть и женский. Там на первой позиции Полина Гагарина. Говорят, в два Шатунова решила выпускать бутылки под брендом «Ласковый май». Продюсер Разин в шоке. СМИ пишут, что Светлана Шатунова в Роспатент подала заявку на регистрацию бренда «Ласковый май» для того, чтобы выпускать алкогольную продукцию, парфюмерию, косметику. В заявке 41 вариант продукции от хирургических приборов до мебели одежды, пишет комсомолка. Хоть прям с шаманом договорились, потому что тот хочет «Я русский» зарегистрировать бренд, но пояснял певец, что для того, чтобы защитить свое имя, чтобы под этим брендом, где-то там на Алиэкспрессе или на Вайлдберсе, да, не продавали, а вы что? Скорее всего, именно этим руководствуется и вдова Шатунова. Появилась информация, что Разин, оказывается, в Ставрополе продает свой дом. Да не просто дом, а замок продает его за 110 миллионов российских рублей. Указано, что покупателю передаст и недвижимость, и также патент Андрея Разина «Ласковый май» для названия гостиницы. То есть, я так понимаю, что этот дом переоборудует и будет там отель. Андрей Разин еще живет в США, он уверен по-прежнему, что «Ласковый май» принадлежит только ему. Если Светлана Шатунова как-то зарегистрирует этот бренд, он подаст в суд. Дом у Разина, конечно, крутой, но и понятно, самые золотые времена «Ласкового майа» Шатунова попали на него, когда действительно весь Советский Союз сходил с ума от песен «Белая роза», «Вседая ночь», «Розовый вечер». Встречалась ли Катя Лель с инопланетянами? Проверили на детекторе лжи. Вы, когда потеряли зубы с корнями, вы видели самих инопланетян? Мы видели все свечения за окном. Я помню, когда уже сидела в корабле космическом. Заявил певиц, что встречу с инопланетянами помнят, именно поэтому верят в их существопоние. А не так же добавил, что может от всех болезней, да по сути, вылечить кого угодно. У вас есть дар исцеления? Да. Вы исцеляли людей? Да. Детектор лжи показал, что Катя Лель действительно верит в существование чего-то инопланетного, но стопроцентной гарантии, мол, уверенности нет. Но она спорит, говорит, все-таки видела их. Действительно ли ты помнишь встречу с инопланетянами? Да. Валлиграф не подтвердил это, но она говорит, что, мол, если ее зубы, корни забрали другие цивилизации, то типа вот это и есть. В общем, бред какой-то. Предчувствие у меня есть, что она хайпует, либо же, так сказать, на пару с глюкозой перебрала снотворного. Что думаете по этому поводу? Такие вот новости, друзья. Как вы думаете вообще в проблемах глюкозы? Виновата бабушка ее ушедшая Фадеев, либо она сама? Что думаете о товарном знаке ласковый май, о конфликте в довыше от Унова и Разина? Каком мысли о Катю Ли или ее инопланетянах, о шамане, который пошел в Кремль? Ну, абсолютно любые мысли оставляйте в комментариях. Именно там вместе обсуждаем самые яркие темы. Пытаемся найти истину. Конечно же, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь на канал. Вместе интересно. Можете подписаться на меня в соцсетях, вконтакте, в инстаграме, в телеграме, в тиктоке. Ну и поддержать канал номер карты и ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. Ну и с вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня.